Во имя Отца и Сына и Святаго Духа Сегодня первое евангельское чтение было о том, как мужчина привел Сына Своего к Господу, чтобы Господь исцелил его. Этот Сын страдал недугом беснования. И такая деталь, что этот бедный и страдавшийся отец, вот согласитесь, легче самому болеть, нежели дети болеют. Правда же? Самая-самая большая скорбь это, когда дети болеют или, не дай Бог, хоронить своих детей. И вот этот и страдавшийся отец подходит к Господу и говорит, я уже просил твоих учеников и апостолов, и они не смогли, они не смогли исцелить его. Я прошу тебя, прошу тебя решить эту нашу скорбь, избавить нас от этой беды. И тогда Господь говорит ему навстречу такой вопрос, давно ли это у него происходит? И отец больного юноши говорит, с детского возраста, с самого детства он болеет вот этими припадками беснования. Мы понимаем причину всех наших болезней. Когда Адам с Евой жили в раю, они не болели, они не страдали. Они наслаждались вот этой мирной, тихой жизнью, трудились, возделывали рай, были в общении с Господом. И никакая скорбь, ни теснота их не трогали, не посещали. Но после грехопадения люди начинают болеть и умирать. То есть все мы понимаем причину всех наших страданий – грех. Но возвращаясь к вот этому вопросу Господа, с какого возраста у него это случилось? Из детского. И возникает вопрос сразу. Ну, ребенок, какие у него еще грехи? Он только недавно родился. Он еще не успел ничего наделать. Пожалуйста, услышьте, что я сейчас скажу. Да не то, что недавно родился, не успел. Ребенок сопричитается греху еще до рождения. Девять месяцев он развивается в утробе матери. И девять месяцев он живет ее ощущениями. Все, что переживает мать, он не только пуповиной к ней привязан. Он привязан к ней всеми своими нервами, всей своей силой души. И все, что в эти девять месяцев переживает мать, переживает и ребенок. В эти девять месяцев мать гневается, гневается, завидует, завидует, тщеславится, тщеславится. Все, что присуще человеку после грехопадения, мать девять месяцев носит в себе. И это невольно передает своему ребенку. Не случайно в церкви есть такая духовная традиция, когда мать понесла чадо с первой недели. Вот она только почувствовала, что там в ней уже есть жизнь. Мужчина и женщина расходятся по разным спальням. Чтобы ребенок не чувствовал ничего, никаких переживаний. Это непросто, но это реально. Наши предки так жили, так есть. Это реально. Ребенка нужно питать максимально. Миром, спокойствием, молитвой. Мать причащается. И ребенок причащается, потому что у них в это время одно кровообращение. Одна нервная система, завязанная через пуповину. И поэтому не то, что из детского возраста, еще до рождения. Ребенок бывает уже сопричастен к греху в полной мере. Он все это переживает. Все детали греха, все тонкости, все нюансы. И поэтому, когда он рождается, мы смотрим на невинное дитя. Его никто еще не учил греху. Он нигде не увидел, нигде не прочитал. Еще нигде не набрался. А он уже лежит, ножками, ручками сучит, требует своего, капризничает. Он уже ведет себя плохо, потому что в нем все это уже есть. Он родился уже с этим. Мать наградила его и своей группой кровью, и своей испорченной кровью. Она его уже заразила в очреве своем. Она его уже заразила. И мать, и отец. И обратите внимание, учить апостолы не могут исцелить его. И в сегодняшнем Евангелии этот бедный отец говорит, почему твои ученики не смогли исцелить его? В сегодняшнем Евангелии, которое мы читали от Марка, там говорится, этот род исходит только молитвой и постом. А в другом Евангелии говорится более точно, когда апостолы сказали в недоумении, они уже творили чудеса, и творили много чудес, и вдруг в этом случае у них осечка. И они подходят к Господу уже наедине, и говорят, почему мы не смогли в этот раз исцелить? И Господь говорит более глубоко, более точно, по неверствию вашему. А потом Он уже говорит, этот род исцеляется только молитвой и постом. Неверствие, отсутствие веры исцеляется молитвой и постом. То есть духовной жизнью. Я бы сказал, не только молитвой и постом, а вот всем образом духовной жизни. Мы иногда так наивно подходим к таинству веры, нам кажется, мы вошли в храм, и мы уже верующие. Только вошли в храм, и мы уже верующие. Испытайте свою веру точкой скорби. Ваша вера рассыпется. Когда вы не понимаете Бога, и когда мы не понимаем Бога и говорим в отчаянии, даже в противоречии к Богу. Почему? Я же прошу тебя. Вот в этот момент испытывается наша вера. Ты веришь Богу только в момент благополучия, а в момент скорби твоя вера вдруг раз рассеялась, как дым. Значит, это была не вера. Это было что-то очень относительное, зыбкое. Настоящая вера всегда остается верой. И в момент благополучия, и в момент скорби. И тогда, когда ты вообще не понимаешь Бога, не понимаешь Бога, но веришь Ему, что Он лучше тебя видит в ситуацию, и что Он великая любовь, великая благость, великая премудрость, и что все в Его добрых отеческих руках. Такую веру очень непросто иметь. Такая вера приобретается потом и скорби, и кровью. Чем человек больше терпел, тем крепче его вера. Не случайно, когда Господь говорит, призывает учеников, Он говорит, Хочешь быть моим учеником, бери крест, следуй за мной. Вот несением креста испытается, во-первых, твоя вера, а во-вторых, укрепиться. Нельзя себя убедить в вере, уговорить. Обмануть можно, что ты верующий. Но придет точка скорби, точка отчаяния, и твоя вера испарится. Вера – это чудо. Вера – это таинство. Когда ты не можешь объяснить даже, что это такое, как это к тебе пришло, ты просто констатируешь факт. Верую, Господи. Очень крепко верую. А до этой точки ты все время в церкви вопиешь, как вот этот Отец. Верую, Господи, помоги моему неверию. То есть, какая-то чуточка предзачатная вера во мне есть, но окончательная вера от Твоей благодати. Вот ты пошлешь на меня Духа Святого, и Он меня просветит. Что со мной произойдет? Я даже не понимаю, что это. Но вдруг я становлюсь очень убедительно верующим. Верую, Господи, помоги моему неверию. Мне нужна в моей вере Твоя часть. Моя часть очень ненадежная, зыбкая. Поэтому помоги, Господи, моему неверию. К сожалению, к сожалению, об этом мы можем говорить с печалью, со слезами, что в этом состоянии мы бываем, даже когда 50 лет в храм ходим, 50, 60, всю жизнь. Часто у нас бывает какая-то несовершенная вера. Сегодня веруем, завтра не веруем. В этой ситуации доверяемся Богу, в другой не доверяемся. Так вот, если Бог посетит, происходит просто чудо. Просто ты веруешь без рассуждения, без объяснений, без углубления в какую-то философию. Я верую. И вот с такой верой можно идти даже на крест, даже на смерть. Эта вера как фундамент непоколебим. Господи, дай нам веру. С верой так легко жить. Я не говорю, что верующему человеку не сопутствуют скорби. Это какая-то фантазия, что вот человек покрестился, ходит в храм, и у него все скорби сразу отошли, недоразумения. Да их может быть даже и больше. Отношение к этому становится другим. Ты просто веруешь, что Бог послал, значит, так и надо. И Бог согреет, твое сердце укрепит, и ты вытерпишь, вынесешь и идешь дальше. Какие сладкие слова. Не просто Иисусе, а Иисусе сладчайше. Спаси нас. Господи, помоги.